Иван III, безусловно, один из самых выдающихся деятелей русской истории. Он обладал способностью стратегического мышления. Один из немногих правителей России, это был человек, который умел не только реагировать на текущую политику, но умел, как хороший шахматист, просчитывать ситуацию на несколько ходов вперед. И когда мы говорим о том, что оставил после себя Иван III, то можно сказать, что он оставил целую программу для внешней и для внутренней политики. Что нужно сделать? Что-то ему самому удалось сделать, что-то пришлось оставить на усмотрение сыновей, внуков. Но это был созидатель, который создавал единое русское государство. И можно сказать, что само понятие «Россия», название нашего государства «Россия» возникает именно в это время, при Иване III, в начале 16-го столетия. Борисов Николай Сергеевич, доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой истории России до начала 19-го века Исторического факультета Московского государственного университета имени Ломоносова. Иван III родился в 1440 году и скончался в 1505 году. Так что он прожил довольно длинную по тем временам жизнь. И в этой жизни было очень много и драматургии, и поражений, и побед. То есть это действительно человек, который оставил не только достижения, но яркую биографию. Начнем с внешней политики. Дело в том, что вот так же, как когда мы изучаем Петра Великого, то у Петра Великого сначала идет внешняя политика, еще Крючевский об этом говорил. А потом, когда мы знаем его внешнюю политику, мы поймем то, что он делал во внутренней. И вот у Ивана, которого я бы назвал Петром Великим русского Средневековья, у Ивана то же самое. Для того, чтобы понять его внутреннюю политику, надо начать с внешней. Во внешней политике он поставил целый ряд задач и одновременно направлений. Какие? Ну, прежде всего, конечно, это была борьба с осколками Золотой Орды. Золотая Орда к концу XV века раскололась на пять самостоятельных татарских государств. Это было Крымское ханство, это было Казанское ханство, это Большая Орда, Танагайская Орда и Сибирские татары. Пять осколков. И вот с этими осколками Ивану приходилось иметь дело. Они все претендовали на то, чтобы быть наследниками Золотой Орды, получать от нас дань и таким образом, значит, выступить в качестве преемника ордынской власти. Но, разумеется, мы не могли платить всем вместе, и Иван вообще не стал ничего платить. И вот самое, пожалуй, его крупное достижение во внешней политике – это достижение, связанное с стоянием на Угре. Стояние на Угре – это ведь проблема была международная. В каком отношении? В том отношении, что прежде чем добиваться независимости от Большой Орды, нужно было провести большую дипломатическую работу для того, чтобы не было объединения нескольких государств против Москвы, против России. И вот Ивану, который был великий дипломат, конечно, он удивительный был человек. С одной стороны, он был дипломат, с другой стороны, полководец. Все при нем, что называется. Так вот, Ивану удалось добиться такой ситуации, когда хан Ахмат в 1480 году с огромным войском пошел на Русь для того, чтобы заставить Русь вернуться к прежним отношениям, платить дань, подчиняться. Но у Ахмата была надежда на то, что его поддержит польский король Казимир IV. Московская дипломатия провела очень эффективную такую работу, суть которой свелась к тому, что крымские татары напали на Польшу, на Литву, как раз в тот момент, когда Ахмат ожидал, что король придет к нему на помощь, и они вместе будут громить Москву. Но у поляков оказались свои проблемы, им нужно было отбиваться от крымских татар. И вот Ивану удалось наладить хорошее отношение с крымским ханством, и это помогло ему избавиться от гнета Большой Орды. В 1480 году произошло знаменитое стояние на Угре, которое означало фактически завершение длительного периода нашей истории, периода татаро-монгольского ига. На Угре войска хана Большой Орды были остановлены московскими полками, пытались переправиться через реку Угру, но были отброшены московским войском и ушли, так сказать, ни с чем. И после этого уже никогда больше Русь никому никакой дани не платила. Безусловно, это было достижение прежде всего Ивана Третьего. Дальше, конечно, у Ивана Третьего появилась еще одна замечательная идея – использовать служилых татар. То есть среди осколков Золотой Орды были совсем мелкие орды, которые не прижились в степях по каким-то причинам, были отброшены от власти, отброшены от пастбищ. И вот эти татарские орды приходили и предлагали свои услуги России, в частности. Они служили и Литве, и Польше, но в основном России. Иван их охотно принимал, он давал им территорию для жизни, он очень хорошо к ним, так сказать, относился, сам ездил, спрашивал, не надо ли им чего. Ну, они называются у нас в истории Касимовские татары, потому что столицей вот этого маленького татарского, так сказать, ханства внутри России, парадоксальная картина, но столицей был город Касимов, названный по имени одного из ханов. Хан Касим был сыном Улу Мухаммеда, и вот он был первым, кто нанялся, так сказать, на службу к Ивану Третьему. Потом за ним пошли другие. Иван Третий всячески их приветствовал, но говорил, что я вам даю землю, пожалуйста, вот вам пастбище для ваших коней, вот вам ока, река, прекрасные места. Но одно условие, что вы должны служить. И когда московское войско идет с кем-то сражаться, то вы должны идти с ним. И вы ни в коем случае не должны захватывать в плен русских на территории России, как вы привыкли это делать в Тепях, но здесь уже это не пойдет. Ну и вот на таких условиях они шли ему на службу. И с этого времени Касимовские татары – это часть русской армии. Они участвовали во всех войнах, и в Ливонской войне, и во многих походах русского войска. Так что это была очень такая продуктивная идея. Дальше. Иван Третий создал русскую артиллерию. Иван Третий, правда, не сам, он для этого воспользовался услугами итальянских инженеров. И тот же Аристотель Ферраванти, которого мы знаем прежде всего как создателя Успенского собора, но Аристотель Ферраванти построил, кроме этого, еще и пушечный двор в Москве. Пушечный двор, где начали отливать великолепные по тем временам пушки. И эти пушки очень пригодились нам во время стояния на Угре, потому что именно русская артиллерия отбросила татарские отряды, которые попытались переправиться через реку, но огонь пушек был для них убийственным, и они отступили. Но еще, конечно, крепости. Иван Третий с помощью, опять-таки, итальянских инженеров, не жалея денег, построил целый ряд мощных крепостей. Ну, самый известный из них Московский Кремль, который мы видим каждый день. Это крепость, построенная под руководством Аристотеля Ферраванти, и завершали уже его ученики. Ну, такая же крепость примерно в Нижнем Новгороде, такая же крепость в Великом Новгороде, и целый ряд других городов получили мощные крепостные укрепления. И тем самым повышался оборонительный потенциал, военный потенциал страны. Так что очень много было сделано, конечно. Ну, например, еще тот же Аристотель Ферраванти, он научил русских делать понтонные мосты, то есть переправляться через реку с помощью понтонов, таких вот труб, которые служили основой для наплавного моста. Ну, конечно, тяжелейшая была ситуация на Западе. Там огромное государство, польско-литовское. Между Польшей и Литвой существовала личная уния, то есть польский король одновременно был великим князем литовским. И, по сути дела, вот это польско-литовское государство, оно захватывало территорию домонгольской Руси. То есть то, что вот сейчас мы называем Украиной, то, что сейчас мы называем Белоруссией, это все было в составе вот этого польско-литовского государства. И вот Иван Третий выдвинул великолепную идею, идею вернуть, вернуться, вернее, к границам древнерусского государства. Эту идею он сформулировал в своем титуле. Он принял новый титул «Государь всея Руси». Раньше его называли «Великий князь московский». Ну, хорошо, могли назвать там, ну, «Государь». Но вот такое название, титул «Государь всея Руси», он впервые принял, по-моему, в 1479 году. Причем принял так, знаете, без лишнего шума, в том отношении, что он не хотел, чтобы привлекали к этому внимание. Но это было очень важно принципиально, потому что в этих трех словах целая программа «Государь всея Руси», «Всея Руси», то есть того, что входило в состав древнерусского государства, вернуться к старым границам, вернуть себе то, что у нас когда-то отняли поляки, литовцы, и там, венгры, и другие соседи. И не случайно, как только он этот титул заявил, тут же начали протестовать и Польша, и Литва, и на севере там зашевелилась Швеция, потому что они поняли, что стоит им признать этот титул, и он следующим движением скажет, ну, вы признали, что я государь «Всея Руси», признали. Ну, так теперь освобождайте, так сказать, квартиру, освобождайте территорию, мы возвращаемся к этому, я государь «Всея Руси», мой Киев, мой Смоленск. Так что, вот эта вот краткая формула титула, она содержала задачу, задачу, которая была решена, в конце концов, только в конце XVIII века. При Екатерине II, после трех разделов Польши, тогда мы получили все то, что входило в состав древнерусского государства. Ну, дальше что? Конечно, постоянно ему приходилось бороться с Ливонским орденом. Ливонский орден, ну, он уже был не такой сильный, как раньше, но, тем не менее, приходилось с ним считаться. Почему? Потому что Ливонский орден перекрывал торговые пути, которые шли через Финский залив, шли еще по старым путям в Новгород. Ну, и вот необходимо было, конечно, с Ливонским орденом наладить более конструктивные отношения. Целая война понадобилась Ивану для того, чтобы заставить ливонцев открыть торговлю. Там ведь еще сложность была в чем? В том, что на Балтике существовало купеческое объединение, Ганза. Ганзейский союз объявляет бойкот русским товарам. То, что вот сейчас мы называем санкцией, все это не новое. Это все было еще в конце 15 века, когда, начиная с 1496 и по 1514, если не ошибаюсь, год, там проходил просто запрет на торговлю с Россией для других стран Балтийского региона. И вот для того, чтобы это преодолеть, Иван начал бороться за собственный город. Ему нужен был город, порт на Балтике, опираясь на который, можно было бы действовать дальше. И вот такой город он построил. Вы знаете, в 1492 году было завершено строительство Ивангорода. Ивангород, названный им в свою честь, так принято было. Ярослав Мудрый основал город Ярославль, Владимир основал Владимир, ну и так далее. То есть Иван основал Ивангород и как крепость, и как порт. И вот опираясь на этот Ивангород, он пытался продвигаться дальше. Но, к сожалению, это не получилось, потому что все сообщества балтийских государств, все стали против России. Никому не хотелось пропускать Россию на Балтику. Все хотели, чтобы она оставалась там в своих, так сказать, лесах и болотах. Но и эта проблема была решена только Петром Великим. Только в 1721 году, нештатским миром, которым закончилась Северная война. То есть Петр Великий решил ту задачу, которую наметил Иван Третий. И вот в этом отношении, конечно, Иван Третий досмотрел далеко вперед. Он понимал, что это необходимо России. И это было, в конце концов, решено. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok